здравствуйте мои уважаемые подписчики и гости моего канала сегодня я хочу с вами поделиться своим рецептом приготовления щей и щавеля или зеленым супом ну что давайте покажу как я это делаю так поставила я варить небольшой кусочек мяса у меня говядина краешек я считаю что это самое вкусное мясо половинку луковки немножко морковки кусочек и помидорчик и вот это все дело у меня только что закипело я посолила сняла накипь и будет у меня все это дело варится приблизительно час десять час двадцать а пока буду заниматься своими делами очень важный момент обязательно нужно прикрыть все крышечкой и смотреть чтоб сильно не бурлила иначе у вас бульона может не остаться вот поэтому убавить немножко гонек и пусть она вот так тихонечко бурлит бульон у нас сварился и вот он такой получился красивого оранжевого цвета теперь нужно все отсюда аккуратненько все выловить красивый все-все-все и отсюда все-все-все выловлю вот а в кастрюльку я отправляю картофель который я очистила и тут же следом отправляю мясо которое я порезала и теперь у меня это должно все немножко провариться пока я буду пережаривать лук и морковку на этом этапе варки обычно начинает появляться пена так как вы положили в кастрюлю сырой картофель а чтоб супчик у нас был с вами красивые вот ее нужно тоже удалить ой кусочек мяса попался далее я отправляю наш супчик пережаренную морковь и пережаренный лук и даю еще немного прокипеть на мою кастрюльку нужен такой большой хороший пучок прям прям большой большой так как щавель уменьшается в размере при варке поэтому хороший большой пучок что мы делаем со щавелем мы его промываем каждый листочек чтобы не было песка и кончики вот эти вот тоже обязательно обрезаем потому что у них тоже очень много бывает песка песка или земли поэтому если вы не хотите чтобы у вас хрустел суп на зубах нужно очень хорошо промыть большом количестве воды но вот что я порезала и дальше я что я делаю я беру лимон и сбрызгиваю лимоном свой щавель вот так вот обильно половину лимона все это перемешиваю и сейчас буду забрасывать в кастрюлю но при одном условии что у вас картофель уже сварился потому что кислота она не даст развариться хорошо картофелю поэтому нужно обязательно попробовать то у вас готов картофель только только после этого забрасывать щавель я попробовал картофель у меня готов немножко посолила бульон потому что кислота она тоже забирает на себе как ни странно даже соль и отправляю свой щавель вот и даю буквально прям минуты 3 прокипеть для чего я сбрызгиваю лимоном он не будет щавель будет красивого цвета и он не будет сразу превратят превращаться в кашу сейчас у вас щавель немножко уменьшится в объеме и я попробовал свой супчик мне показалось что маловато мне кислоты и маловато щавеля поэтому я добавлю еще ложку у меня нету щавеля поэтому я добавлю я еще было заготавливаю на зиму щавель вот такую хорошую большую ложку еще добавлю вот но это на мой вкус поэтому вы уже регулируйте сами все-таки щавели вообще они не должны быть пресные они должны быть кисленькие вот теперь вот так как нужно ну что дорогие мои рада была поделиться с вами своим рецептом надеюсь кому-то он очень понравится кто-то их пробовал моющие и оставался довольным поэтому вот такой у меня рецептик всем приятного аппетита всем мира добра любви всем пока